Как правильно вести себя вблизи железнодорожных путей и в поездах? Об этом вот уже месяц рассказывают представители Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте юным владимирцам. Мероприятия они проводят в школах и детских садах в рамках месячника «Правила моей безопасности на железной дороге». Встречи проходят в разных форматах, в зависимости от возраста аудитории. Но цель одна – донести до ребят, насколько важно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Для детей мы приготовили проведение профилактических мероприятий в избежание детского травматизма на ЖД-транспорте и вблизи прохождения станции, нахождения на станции путешествия для посещения отдыха вместе с родителями и безопасного их нахождения в совместном проведении досуга и времени и посещения разных заведений, которые непосредственно находятся вблизи ЖД-транспорта, железной дороги. Для воспитанников 110-го детского сада правоохранители в том числе подготовили серию мультфильмов о безопасности на железнодорожных объектах. Воспитанникам рассказали об основных правилах. Одно из главных – территорию железной дороги не место для игр. Переходить ее нужно строго по оборудованному переходу и быть максимально внимательными. Организаторы урока безопасности уверены, говорить с детьми об этих правилах нужно начинать как можно раньше и регулярно их повторять. Трагедии с детьми на железной дороге случаются в нашем регионе не так часто, но все же есть. Так, в феврале в Юревце на железнодорожных путях погиб 14-летний подросток. А в соседней Нижегородской области летом пренебрежение правилами безопасности привело к гибели маленькой девочки. 7 июля погибла девочка 4 лет, которая находилась с двумя взрослыми родителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. И в связи с тем, что один из родителей упал прямо в колею, а женщина, мама, находилась рядом и пыталась его поднять, в этот момент ребенок находился рядом и шла ласточкой. После применения экстренного торможения машинистом, мужчина, который лежал в колее, остался живой в результате, а женщину и ребенка отбросил вихревым потоком. И, к сожалению, девочка 4 лет погибла. С целью предотвращения подобных несчастных случаев, в частности, в 110 детском саду, безопасности детей уделяют большое внимание. С детьми проводятся тематические занятия и регулярно организуют подобные встречи с представителями правоохранительных ведомств. Для наших детей это не отвлеченная тема, так как наши дети, которые посещают наш школьное учреждение, много путешествуют со своими родителями. Наш микрорайон находится в непосредственной близости к нашей железной дороге. Поэтому эта тема для детей интересна, и мы надеемся, что будет очень познавательно и понято детьми. Отмечу, в рамках месячника по безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры подобные мероприятия во Владимире продолжат проводить. Их провели уже в 20 школах, а сейчас особое внимание уделяется воспитанникам детских садов. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».